Кубка мира по хоккею В групповом этапе Енисей встретится с финской Вейтеря, а также с шведскими командами Вестерос и Веннерсборг. Ну а хоккейный «Сокол» вновь потерпел неудачу. Пернатые на выезде уступили воскресенскому «Химику». Хозяева большую часть матча играли в меньшинстве, но сибиряки не сумели ни разу реализовать численное большинство. Как итог, проигранный матч по булитам. Сегодня в эфир выйдет выпуск большой спортивной программы. В Рыгвиной и Премьер-лиге завершился регулярный чемпионат. Перед стартом плей-офф Енисей СТМ и Красный Яр встретились вновь. Чуть-чуть отошли от игры, но равная игра сейчас. Я думаю, что второй таймлинг будет определяющий. Особенно, наверное, после 60-х минут. Согласитесь, неинтересно, когда приходят люди, что явное преимущество. А это классическое российское дерби, и оно сохраняется до сих пор. Уже сколько лет. Волейбольный Енисей готовится переехать во дворец спорта имени Ивана Ирыгина. Новый дом клуба станет самой современной волейбольной площадкой страны. Он соответствует всем, не просто российским, но международным требованиям соответствует. Здесь можно уже, за исключением некоторых штрихов, прям завтра проводить чемпионат мира. Лидер мирового зачета по пулевой стрельбе Юлия Зыкова претендует стать первым представителем края, кто примет участие в Олимпийских играх. Как думаете, Юлия Зыкова для соперниц – это страх, это волнение? Ну, после этого сезона я думаю, что да. Вам это льстит? Ну, немножко да. Это прибавляет уверенности какой-то себе. Все самое интересное смотрите сегодня в большой спортивной программе в 21 час 30 минут. Антон Соркин, Дмитрий Кудько, Афонтово Спорт. Редактор субтитров А.Семкин